приветствую вас друзья и добро пожаловать в игру station ears и вчера у нас было выпущено небольшое обновление кто называется station ears и давайте рассмотрим что включая себе остальные моменты сокращенное время загрузки серьезный рефакторинг производительности систем реагентов существенные изменения баланса выплавки как сплавов так и суперсплавов улучшение гидропоники теперь у нас растения лучше кормить чистой атмосферой и если будут оксины им хана были добавлены команды для микропроцессора новые читаемые переменные на атмосферных устройствах исправление к атмосферным сетевым обновлениям корректировки на ремонт баланс затрат и рецептов стандартизация энергопотребления новый контент например усовершенствованные солнечные батареи которые не боятся шторма большой поезд для добычи полезных ископаемых улучшение погодной системы и многое другое и давайте рассмотрим сегодня некоторые моменты этого обновления начнем мы наверное все таки со стартового модуля или как он посадочный модуль значит немножко поменялся посадочный модуль немножко поменялся у нас вот этот ящичек где вот этот да даже висей на базу не могли перевести значит у нас тут в этом ящичке состоит томатный суп кукурузный суп также стол и стулья карава кровать шкафчик и микроновая печь также в этом посадочном модуле еще добавили георадар и и вместе с георадаром плата для планшета вот он сам собственно георадар его нет включаем берем подмышку берем планшет вставляем в него плату георадар и пошли вуаля и у нас какая-то руда здесь вот под землей есть мы можем парить покопать особо вникать в это не буду я потому что я этим радаром никогда не рыл мне проще пойти к нам и там на улицу увидеть воруду и ресурс какой-нибудь и покопать его своими ручками и чем используете радар тем более будет занимать еще у нас место что он сдали давайте посмотрим было добавлен информация о максимальном напряжении для кабелей и максимальном пределе давление для труб предположим берем любой кабель вот обычный кабель нас выдерживает 5 киловатт и этот обычный вот силовый кабель он удержан 100 киловатт энергии также для труб берем переходим сюда труба на что прямая что ой что прямая что обычная что изолирована она у нас выдержит давление 60 тысяч 795 килопаскалей то есть грубо говоря 60 мегапаскалей я думаю это достаточно полезная инфа потому что даже я не помню даже что и не знал мускай что труба на суде же такое давление так что я думаю это полезно инфа также у нас добавлены были новые звуки для громкоговорителя и помимо новых звуков у нас были довольно еще голоса то есть там можно ну как голосовые записи точнее не голоса там сейчас подумайте продолжим мы можем сделать так чтобы нам кто-то заходит на базу и нас участие громкоговоритель и говорит welcome the station ну лечит он там говорит что там буки все это можете потом рассмотреть я включать не буду потому что у меня он затраил этот громкоговоритель вот не хочу с ним общаться больше далее мне нравится вот эта вот фраза максимальная скорость реактивного ранца увеличена с 15 до 8 метров в секунду увеличены на если конечно дословно переводить то да тут написано что скорость реактивного ранца и была изменена с 15 до 8 ну тут не о дословном переводе а вот сейчас чисто правильный перевод тут именно так он звучит что максимальная скорость была увеличена с 15 до 8 ну как-то нелогично да ладно коряво перевод возможно ну сути не меняет ладно крючих лет им это незначительное изменение мне он как бы абсолютно пофиг на него значит радар сказал это есть и да значит вспомните мой стрим когда мы выясняли причину взрыва на моей базе и все дело было в том что это был газовый баллон никто мог не мог подумать что он так бахает и разносит меня пол базы просто жесть вообще друзья в общем разработчики это исправили теперь у нас вот этот мощь взрыва газовых баллонах сокращена на одну треть я думаю это может быть и круто может быть база не будет так и разрываться значит по супер сплавам тоже меня есть вопросы они какие-то тоже изменения были в супер сплавах и обычных сплавах ну супер сплавах у нас понял то что у нас теперь место железо будет использоваться сталь и при выплавки как бы там а вам объяснить короче уменьшит и выход оплавки супер сплавов то есть если мы берем положим 20 вот для астролой а где строя нас если мы возьмем два стали один кобальт и одну медь то мы не получим два астролой а мы получим 11 вот это я хочу проверить не знаю может быть если будет время в мой мир зайдем промо это выплавить просто вот я не помню в моем мире есть ли сталь должна быть а вот медь и кобальт вот не знаю если будет то мы продолжим либо это уже в следующей серии запишем в прохождении обычным моем так уходим и идем дальше у нас был добавлен теперь новый горный пояс ну пояс шахтера своим с другими словами у нас плавится из и он кстати плавится в этом улучшенном принтер электроники для него нужно сталь и константант ресурсы такие незначительные это все легко управляется даже несмотря то что в супер печки и у нас получается вот такую тушные пояс шахтера который вмещает на 5 больше ячеек то есть у нас какой огромным получается то есть я думаю это круто сделали до массы разработчики ну теперь можно здесь нам по накопать ресурсиков и быть довольным еще одно немаловажное изменение точнее добавление то что нам разработчики дали возможность строить сушные панели чтобы их не повреждал шторм во-первых была добавлена сушная панель тяжелая плоская которая у нас просто ложится на фрейм и под 0 градусов и 45 и обычная сушная панель которая вращается по горизонтали и вертикали не тоже называется на тяжелая для давайте рассмотрим принципе знаю что для сушных панелей вот обычный базовая тяжелая вот базовая которая у нас ложится на плоскость и под угол 45 галусов для нее нужен до электрум и инвар а вот это принципе навки нужно а вот если мы выберем тяжелую солнечную панель для нее нужен астролой давайте на принципе я выполнил ладно для него каши нужен электром астрой сталь иметь предположим мы выполнили пойдемте посмотрим как все это безобразие выглядит несущественно конечно поменялось но единство что она у нас красного цвета вот она как она будет на для сравнения у нас вот обычная солнечная панель а вот тяжелая ну тут видно как более менее в вида как что-то усиленный каркас кстати датчик длинного света тоже изменился видите как он выглядит значит от нас плоская панель обычная плоская панель тяжелая и насчет ветра турбины друзья помните она вырабатывала 500 ватт электричества во время бури теперь она вырабатывает в 10 раз больше то есть 5 киловатт и если кто смотрит мы прохождениями а там стоит 10 турбин если поставить и будет шторм у нас будет выработка энергии в 50 киловатт охереть это жопа не но это кстати это хорошо но бурина сейчас аж бывает но все равно прикольно что так вот увеличилась мощность этих турбин так ну и насчет того что эти у нас суши панель не повреждается я уже говорил да что тяжелый суши панели они абсолютно не повреждается в отличие от обычных поэтому можно их свободно стоять на улице да и ничего собственно не боятся еще одно кстати особо важные изменения это теперь у нас когда утилизатор кидаем мы баллон с газом для утилизации у нас не только уничтожается баллон ну вот эти газы которые были баллоне они у нас распространяется в атмосферу так что теперь с этим друзья аккуратней помните как я избавлялся от газового этого газового 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 как называет газовой горелки я просто взял баллон кинул утилизатор следом газа это газового сварщика закинул и все переплавил успокоиться типа что мы атмосфера пустая ничего не будет там это топливо не развеется по моей комнате а теперь фиг там теперь вот этот газ который мы кидаем баллоне утилизатор то все это будет в атмосфере так что лучше друзья взять этот баллон выйти к нам это улицу раскрыть его выпустить весь газ и только потом уже принести и утилизировать это кстати довольно нормальная идея для разработчиков на было давно это внести а то тоже как-то нелогично получается давайте рассмотрим еще одно изменение точнее об сказал даже добавление в игре у нас теперь в коде программы можно считывать может сделать множественное чтение и это мне кажется супер и этого давно ждал в игре когда реализует потому что в бетке бета-версии это уже было все и наконец-таки теперь это ушел перешло в стабильную веточку значит смотрите у нас продолжим есть код программы для слушай панели ну во первых разработчики упростили эту схему то что у нас с дачи где нос света короче считывать теперь по гостали и по верти и по вертикали мы можем все это вбить в программу в код но раньше мы использовали чип множественной записи чтобы мы считали сокета углы и распределили их по сложным панелям то есть множество записям убирали слушать панели теперь это чип множество записи не нафиг не нужен мы просто берем ну короче вот на столе вот программка у меня есть отца не бета-гейза который управляет солнечными панелями вот он написал из я все это выложу точнее даже и даже его ролик выложу где он все это делал значит посмотрим значит для того чтобы сделать множество запись по сложным панелям вот в данный момент мы и берем хэш именно то есть то что панели которая будет управляться ну вместо все с то что панели с этим хэш кстати чтобы парить хэш нам понадобится планшет 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 давайте-ка возьмем и чип называется конфигуратор и вы можете заметить что у меня слышно панель вращается по солнцу это базовая а это молчит то есть почему так происходит дело в том что в коде прописан вот написано прям префаб хэш в коде вбит вот этот хэш и это получается что если мы даже кучу таких обычных солнечных панель поставим с и с и с одним между собой к нашей системе то они все будут вращаться ну согласно коду программы если предположим поменять в коде правами указать вот этот хэш тяжелой солнечной панели то естественно программа будет управлять всеми тяжелыми служб панелями на нашей базе и так давай теперь рассмотрим еще один вариант и мы кстати теперь можем что-то чинить с помощью изоленты и с помощью вот этого скотча с помощью за ленты немножко не разобрался потом этим займемся значит закрываем дверьки и давайте экспериментировать мы сейчас повредим одну сложную панель и попробуем ее починить для этого открываем инцидент и вызываем шторм итак буря прошла прошла и смотрим что обычные солнечные панели у нас немножко породились и он состояние здоровья 10 7 процентов тяжелая не пострадала плоская 91 процент соответственно тяжелая тоже не пострадала а давайте-ка глянем или ладно давайте попробуем отремонтировать эту панельку и эту то есть мы грубо говоря взяли в руки изоленту друзья и починили солнечную панель ведь состояние сто процентов состояния сто процентов так и давайте глянем к посадочный модуль уже что же где когда он тоже видите повредился мы с помощью за ленты он к сожалению не чинится скорее всего тут нужно что-то посерьезнее синяя за лента тут уже не помогает затем можно перекрасить чтобы уже действительно было правдоподобно 90 синий баллончик мне кажется вряд ли не красится так я назвал взлет это это скотч ну ничего страшного принципе я рассмотрел такие самые главные думаю изменения которые были внесены в это обновление вот если к что-то я пустил ну прошу меня простить может быть до что-то я упустил вот если это пустил напишите комментариях что я мог не рассказать что еще главного интересного было было добавлено в игру на этом с вами прощаться всем спасибо еще за просмотр и до скорых встреч до встречи